Текущая рабочая неделя в администрации городского округа началась с оперативного совещания, которое состоялось в понедельник, 15 июля. Совещание провел глава городского округа Олег Апарин. Подробности в материале нашего корреспондента Лидии Руфлядко. Перед началом оперативного совещания присутствующие почтили память жертв аварии, произошедшей в минувшие выходные под Подольском минутой молчания. По сообщению заместителя директора городского управления жилищно-коммунального хозяйства Татьяны Долматовой, контракт по содержанию и благоустройству городских территорий выполняется. Есть определенные замечания, но они устраняются в рабочем порядке. Проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия по улице Ленина, покраска пешеходных переходов по улице Иваново, Бирюково, Матросово. Текущий ремонт ливневых колодцев по улице Гагарина, Володарского, 1905 года, Савы Морозова. Окостровы на Октябрьской площади, улице Урицкого, Якова Флиера, Кооперативная, обработка зеленых насаждений ядохимикатами по улице Ленина, Центральному бульвару и Октябрьской площади. Несмотря на большой объем проведенных работ, провал в районе родильного дома пока не ликвидирован. На сегодняшний день мы с водоканалом достигли определенного, можно сказать, консенсуса, как устный. Мы надеемся, что мы выдержим свои решения и слова. По сообщению исполняющей обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства, на прошлой неделе было выдано 12 разрешений на аварийное вскрытие. Из них 8 получила теплосеть, 2 водоканал. Обсуждая тему выдачи и закрытия ордеров на раскопки и восстановление благоустройства после них, особое внимание было отведено работе водоканала, которым за последние две недели не закрыта ни одна раскопка. Как выяснилось на совещании, причина тому заключения договорных отношений с дорожной службой. По сообщению директора городского управления жилищно-коммунального хозяйства, на прошлой неделе серьезных аварий в городе не было. Александр Ефремов обратил внимание представителей обслуживающих компаний на несвоевременную очистку контейнерных площадок от мусора по конкретным адресам Матросово-14 и Парковское-8Б. Из отчета представителя Орехово-Зуевского ГЖП следует, неприятный запах из подвала в доме номер 4 по улице Володарского устранен. Тем не менее, специалисты администрации на текущей неделе проверят данный факт. На прошлом оперативном совещании была озвучена информация об увеличении остановок лифтов из-за жаркой погоды. Приглашенный на совещание директор ЗАО «Сервислифт» заверил главу, что сотрудники организации приложат максимум усилий для бесперебойной работы лифтов. По сообщению начальника межмуниципального управления МВД России Орехово-Зуевская Игоря Полякова, на прошлой неделе был задержан фигурант, совершивший ряд разбойных нападений на коммерческие магазины с оружием. В результате проверки подвальных помещений города было изъято 10 игровых автоматов. Работа в этом направлении продолжается. Службой наркоконтроля заведено уголовное дело. Один человек задержан. В завершении оперативного совещания руководителю бюро технической инвентаризации Натальи Дубовец в связи с юбилеем со дня рождения был вручен поздравительный адрес.